О том, что в Рязани объявился маньяк-эксгибиционист, информагентство и паблики в соцсетях заявляли осторожно. Вдруг ошибка. Сначала его видели возле школы номер 61, потом 60. Егор Абрамов и Татьяна Вашланова эти сообщения читали, поэтому, как только услышали крики, не раздумывая, бросились на помощь. Это случилось вечером 17 января возле 53-й школы Московского района Рязани. По словам Егора, вначале они увидели голосящую женщину и убегающего во дворы мужчину. Шел гулял с Татьяной, около магнита уже шли домой и слышим, как кричит женщина около школы, типа, помогите, на меня напали, маньяк. И получается, я сразу вижу, как они бегут через дорогу уже, я отдаю пакет Тане и побежал сразу за ним. Он забежал во двор, там я его, получается, догнал, отдернул за куртку. Егору всего 16, но он профессионально занимается баскетболом, поэтому догнать убегающего, по его словам, особого труда не составило. Внешне задержанный подходил под описание в соцсетях. Тот ли это самый человек, должны были зафиксировать в полиции. Мы как раз в этот день все читали, и по описанию был похож. И мы почему-то подумали, что это тот сам, который был около других школ. Какое описание было? Черная куртка, шапка, только еще около других школ он был в маске. И какие-то джинсы, что ли. Несмотря на приезд, по словам Егора, большого количества силовиков, в полиции факт ареста нам не подтвердили, но и не опровергли. Возможно, потому, что слово «маньяк» у жителей Рязани может вызвать панику. Есть только сухая информация о том, что задержан молодой человек 97-го года рождения. Тот ли это самый, кого, по словам Егора, он остановил в подворотне, в МВД тоже не говорят. Не исключено, что проверяют на причастность к другим делам. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова